вообще у нас план не план мечта у нас это у меня потому что день рождение все-таки мой был такой что ехать нам в норвегию сделать разведочку потому что в следующем году я собираюсь на мотоцикле куда в это же время ехать на погоду посмотреть если повезет увидеть северное сияние так что пока пока вот пока никак никуда ничего неизвестно так что вот так я с ней 30 лет смотрите дальше чтобы выберем куда мы выберем я я не знаю рожа ветров вся раскрыта мы не знаем куда ехать и начнется наш так сказать скандинавский 3 это разведка разведка перед боем будем искать троллей и охотиться за северным сиянием здравствуйте кстати у нас третий в этом году отпуск подходит и мы решаем заново задачу как вложиться в наш бюджет а он минимальный вот где-то полторы тысячи евро плюс это мой день рождения которые я не собираюсь справлять вот мы думаем куда нам ехать в лоту мы не выигрывали работаем как все нормальные люди поэтому надо смотреть как получить больше удовольствия за меньшую сумму да и купим на полторы тысячи евро бискарям не на данный момент распланированный бюджет на это двухнедельное путешествие примерно 6000 километров плюс-минус полторы тысячи евро единственное что я узнал мы наверное совершили ошибку мы взяли большую часть а скандинавские страны как всегда продвигаются и у них больше оплата идет через кредитные карты то что ты хочешь это понятно когда у тебя есть деньги ты можешь это выбирать так вот мы будем сейчас смотреть не сейчас завтра как мы пойдем в швецию где мы можем поменять сначала шведские кроны получить я думаю потом норвежские кроны и есть кое-какие правила отдохнуть красиво то есть смотрите подсказываете вы взяли две канистры собой но они пустые потому что ввоз швецию топлива без разницы бензин либо дизель максимально сто процентов 10 литров ну что дорогие как мы и сказали мы начали наши сборы посмотрите на весь этот бардак он света там собирается завтра это у нас что получается 20 20 ноября ну для вас это уже будет сегодня я не знаю какая дата будет когда мы начнем эти фильмы делать мы выезжаем сторону скандинавии но не вздыхай так я не люблю когда ты там вздыхаешь потому что напрягает наши канистры пустые когда мы попадем в швецию мы их заправим полные почему потому что сеть заправок на севере куда мы будем двигаться в сторону лапландии и сторону норвегии заполярье там не так уж и хорошая сеть и многие заправки работают от 7 до 22 часа стоит это меня пугаешь были вы видели вы видели вы видели вот так вот всегда 7 утра до 20 вечера а потом может быть только ночные заправки с кассовыми автоматами которые только через карточку а как я уже сказал у нас в основном сумма паре есть на карточках деньги мы их будем оставлять потому что мы хотим экономить ну что долго мы туда-сюда качались долго мы думали мама у нас лохматая смотрит на меня тридцать восьмого это какое число тридцать восьмого вот сегодня сегодня у нас что воскресенье 13 ноября вот и мы все решаем у нас в этом году последний отпуск две недели планы были такие то есть этот отпуск попадает на мой день рождения 50-летие и мы хотели большой компании там 10 человек 5 семей на аиде и круиз по канаром сделать но так как правило поменялись на аиде с нашим им фунгом нас туда не пускают то есть у нас нет никакого что ты прячешься то есть мы не будем жить в отелях как обычно либо это будут ночевки в машине не хочу я по отелям отдыхать все я устал или же я нашел кое-какие бесплатные хижины по скандинавии финляндия швеция норвегия дания есть очень много бесплатных хижин спряталась она по полной программе вот ну короче чё мы думали гадали куда же нам поехать была возможность съездить в израиль попробовать но мы решили это дело пока не трогать израиль вот чтобы душу грелок поедет путешествовать скандинавию попасть в иорданию а там есть красивое место которое обязательно вот этот замок в скале я обязательно хочу его посмотреть плюс можно попасть в египет где дешевле можно и понырять ну естественно посмотреть на пирамиды то есть убить очень много за раз но туда придется когда на две-три недели его не а назови мне пожалуйста какое море на как называется очень география называется сначала мы решили лететь в рим потому что рим мы любим мы уже сняли отель на две ночи именно на мой день рождения я посмотрел заранее авиабилеты 117 евро туда-обратно на двоих это показалось совсем дешево компании ведь эйр от нас из тортманда и когда мы начали уже регистрировать билеты на самолет выяснилось что багаж нужно экстра заказывать 10 килограмм максимально на человека примерно 40 евро то есть уже 80 евро плюс нужно обязательно резервировать места не было такой возможности что просто начать им получить места каждый каждое место тоже примерно 40 евро туда-обратно короче нам билеты выходили почти 350 евро вместо 117 и за две ночи в риме которые мы уже видели не один раз я посчитал 500 евро это очень много поэтому мы решились так что мы здесь имеем это у нас ящик для нашей съемки естественно у нас свет собой наш дракон фотоаппарат зеркальный руках то есть наш гимбл обиджай глаз как на который я сейчас снимаю у нас появился новый со участник это наша сова инста 360 у них еще одну мечту одна моя мечта исполнилось кстати у нас появился новый сотрудник для съемки камера инста 360 смотрите на тик ток на инстаграм ну для youtube я тоже постараюсь поснимать потому что можно и так в горизонтальном положении это одна мечта наша сова почему сова потому что крутится 360 градусов телефону у нас обновились вот здесь происходит зарядка то есть помните с моего похода по катакомбам под золотом фонарик это маленький палубин для подсветки вот камера canon g12 с микрофоном наша соника тоже готовится ой ой ну и телефоны мы поменяли то есть один телефон у меня это именно только для нашего управления драконом а это samsung с 22 ультра для хорошего контента для съемки 256 гигабайт здесь 128 гигабайт короче мы готовы потихонечку готовимся это ящик будет только для съемки 2 готовится для нашего и кликнута мы меняем ящичек чтобы загрузить все что нам нужно в дороге на питание мы взяли с собой опять натурские пакеты сухой дневные пакеты мы взяли пять и посмотрим насколько нам их хватит поехали дальше на это путешествие мы планируем примерно 1200 евро две недели по скандинавии это швеция и норвегия главная цель у нас норвегия лафатены оттуда мы будем спускаться по фьордам по горам все это вы увидите в дальнейшем ребят как это тяжело подписывайтесь смотрите а мы будем как всегда стараться мы едем в скандинавию вот как теперь жить трагедия печаль мы забыли каждый раз как мы собираемся путешествие что-нибудь да за то есть потому что не организовано потому что не записывается на это что мы забыли я сейчас уже давно я планировал это путешествие на мотоцикле именно сейчас на мотоцикле в норвегию хотел съездить я мечтаю видеть северное сияние она забыла сало вот вот как теперь мы в скандинавии без сала без нашего домашнего ай-яй-яй печаль какая ребята так что да я сейчас высажу и мы посмотрим увидим ли мы северное сияние то есть мы едем охотиться на троллей страна жители которые до сих пор верят в троллей но мы поедем через швецию сначала сейчас я уже заказал паром для переправы мы будем выдвигаться под наших детей 21 ноября на две недели охота на троллей погнали 1 я уже поймал я тебе подскажу потом дальше ребят собираться путешествие надо организованно то есть записывать что надо и каждый раз вот сколько мы путешествуем никогда мы этого не делаем обычно я записывал до поначалу чтобы совсем не забыть бывало до забывали но в этот раз все равно почти все взяли второй телефон цветы не взяли забыли вернее света забыла я предупреждал еще вчера я-то свой взял потому что второй мой телефон не нужен для полета на драконе я приобрел новую зарядку с автомобиля для дракончика так что в этот раз будет больше аэросъемки у нас больше камеры у нас целый ящик видео и клип манза я тебе потом покажу чем согреться как-то так и снова здравствуйте день 2 нашего путешествия начинается немного в попыхах почему потому что нам погода сделалась каприз планировали мне посуды она нам сделала снежок стали там и по плану совсем по-другому а теперь надо ехать чуть-чуть пораньше потому что неизвестно какая ситуация будет на дороге ну мы поехали к парому вернее выскочил побыстрее надо еще машинку почистить завести прогреть а потом поедем так что двигаемся дальше путешествие скандинавию продолжается